В июне 1978 года Александра Солженицына пригласили выступить в Гарвардском университете США перед студентами и преподавательским составом. От него ждали дифферамбов Западу, однако в своей речи об упадке мужества, ставшей знаменитой, он рассказал, что западный капитализм отнимает у людей внутреннюю жизнь, как и коммунизм, только делает это немного по-другому. Спустя десятилетия его слова можно назвать пророческими, поскольку они сбываются, пишет французский онлайн-журнал «Козер». По мнению Солженицына, западное общество озабочено лишь поиском фиктивного счастья в атмосфере коммерческого базара. На Западе не уделяют внимания духовному развитию человека. Более того, разрушают исторически сложившиеся христианские традиции, когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, создается атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлеты человека. «Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей», — сказал Солженицын, указав, что эти личности уже заставляют общество подчиняться. «Он оказался прав. Отсутствие мужества, слепота и откровенное предательство западных элит, которые принимают и легализовывают требования меньшинств, сопровождаются пугающей двуличностью, закрепляющейся законодательно». Солженицын раскритиковал прессу, назвав ее пропагандистом, который извращает общественное мнение. «Корпоративные интересы привели не к конкуренции и объективности, а однообразию и цензуре. Инакомыслящих просто увольняют, оставляя без средств к существованию. Западная система в ее нынешнем, духовно истощенном виде, не представляется заманчивой. Даже перечисленные мной особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение», — уточнил Нижний Яйницын, подчеркнув, что западный человек не может ставить себя выше любого другого человека на планете. «Интересно, что бы сейчас сказал Солженицын, глядя на современное западное общество. С его падением уровня образования, сокращением социальных гарантий, созданием целой армии граждан мира и экологов. Вероятно, он увидел бы самую катастрофическую реализацию своих страхов. «Упадок мужества — это, пожалуй, то, что сегодня больше всего поражает незнакомца на Западе», — произнес Солженицын. «Он надеялся, что Запад сделает скачок в своем духовном развитии. Но все стало только хуже. Полвека спустя мы рискуем похоронить западную цивилизацию», — подытожило СМИ.